И я рада представить вам нашего первого гостя. Это заведующий отделением андрологии, урологии, Центра эндокринологии, онкоуролог, кандидат медицинских наук Станислав Николаевич Волков. Станислав Николаевич, очень вам рады. Дарья, здравствуйте. Большое спасибо за приглашение. Спасибо, что пришли. Ведение коморбидного пациента – это довольно сложная задача для любой специальности. А вот часто ли с этой проблемой приходится сталкиваться онкоурологу? Какие сопутствующие заболевания чаще всего встречаются у пациентов-онкоуролога? Спасибо за вопрос. Тема поднимается на самом деле очень актуальная, востребованная. И как онкоуролог, работающий в крупном многопрофильном центре, конечно же, мы работаем с коморбидными больными. Наверное, нужно сказать, что это основная категория наших пациентов. Мы все знаем о том, что свой пик онкологических заболеваний приходит у людей старше 60-65 лет. К этому времени у пациентов появляются сопутствующие заболевания со стороны сердечно-сосудистой системы, со стороны эндокринных органов. Соответственно, мы прекрасно понимаем, что очень тяжело лечить какую-то конкретно болезнь. И к нам приходит пациент, который может иметь у себя как эндокринологические заболевания, так и онкологические, а как следствие и кардиологические. И невозможно лечить какую-то одну проблему, не касаясь других. В центре эндокринологии вам приходится иметь дело с больными соответствующего профиля. А какие эндокринные заболевания наиболее часто соседствуют с онкологическими? Отвечая на этот вопрос, конечно же, нужно отметить сахарный диабет. Сахарный диабет это то заболевание, которое является наравне с онкологией большой проблемой не только в России, а во всем мире. И пациенты, страдающие диабетом, они, наверное, в какой-то мере еще больше подвержены онкологическим заболеваниям. И им необходимо еще более пристальное наблюдение и обследование в плане онкологических заболеваний. Мы знаем о том, что самое распространенное эндокринологическое заболевание – сахарный диабет. И пациенты, страдающие этим недугом, они имеют выраженную полинейропатию, они имеют серьезные осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы. Это те все факторы, которые усугубляют и осложняют течение онкологических заболеваний. А зачастую могут быть и причины их. Вот специалисты говорят, что сахарный диабет второго типа повышает риск развития определенных видов рака. Есть ли подобные данные отечественных исследований и чем эта взаимосвязь объясняется? Я думаю, поиск ответа на эти вопросы ведется давно. И в современном мире мы обязаны апеллировать фактами, доказанными моментами. И исходя из этого, мы знаем о том, что сахарный диабет связан с некоторыми нозологиями, доказанными. Такими как колоректальный рак, гипотоцеллюлярные опухоли, рак молочной железы, рак эндометрия. Это те типы рака, которые доказанно связаны с сахарным диабетом. А какие злокачественные новообразования чаще всего наблюдаются у пациентов с сахарным диабетом? На самом деле у пациентов с сахарным диабетом встречаются заболевания онкологически практически в всех нозологиях. И наверное даже чаще, чем у людей не страдающих этим недугом. Другое дело, что иногда тяжело найти точную взаимосвязь именно сахарного диабета с конкретным заболеванием. Потому что, чтобы мы сказали об этом, что эта связь есть, мы должны это доказать. Мы должны провести крупные рандомизированные исследования, которые нам это покажут. И это очень непростая задача. И исходя из этого, у нас есть заболевания, которые генетически обуславливаются и имеют предрасположенность такую же, как и сахарный диабет. Это рак поджелудочной железы, рак груди, рак шейки матки, рак почки, рак мочевого пузыря. И есть заболевания, которые чаще встречаются у пациентов с сахарным диабетом, чаще второго типа. Это те пациенты, которых я назвал раньше. А существуют ли данные о влиянии сахароснижающих препаратов на риск развития злокачественных наобразований? Или какие препараты, применяемые при сахарном диабете, обладают потенциальным онкопротективным действием? Ряд препаратов, которые применяются при сахарном диабете, он широкий. И каждая из этих препаратов, каждая группа подвергается исследованию и анализу на предмет своей онкогенности или своей онкопротективности. Исходя из того, что я сказал выше, основываясь на доказательной медицине, убедительных данных о том, что какая-то группа сахароснижающих препаратов обладает онкогенностью, у нас нет. Единственное, что у нас есть, это влияние метформина как онкопротективного препарата. Тем не менее, для того, чтобы говорить об этом обоснованно, нужны более крупные исследования, более достоверные доказательства. А влияет ли гиперглимия на исходы противоопухолевого лечения? Конечно, влияет. Одна из проблем сахарного диабета – это гипергликемия, это гиперинсулиномия, это резистентность к инсулину. Это именно те факторы, которые запускают патогенетические процессы в организме, приводящие во многих случаях к онкологии. А медикаментозная противоопухолевая терапия может ли приводить к нарушениям углеводного обмена? Безусловно. Вся противоопухолевая терапия, она по своей сути является очень токсичной терапией. И она не может не оказывать влияния на весь организм в комплексе. Таким образом, такой чувствительный орган, как поджелудочная железа, он подвергается воздействию химиопрепаратов и его токсическому эффекту. Поджелудочная железа – это тот орган, который принимает участие в выработке инсулина. Соответственно, любые панкреатиты, любые факторы, поврежащие поджелудочную железу, могут оказывать и влияние, свой эффект на образование сахарного диабета. Станислав Николаевич, а как взаимодействует врач-эндокринолог, врач-онкоуролог при ведении пациентов с сахарным диабетом и злокачественными новообразованиями? Связь очень плотная, связь очень крепкая, как с одной стороны, так и с другой. Пациент, попадающий к эндокринологу, должен подвергнуться на самом деле скринингу практически по всем нозологиям, по всем системам организма. И с нашей стороны, со стороны онкологов, пациент, пришедший к нам с заболеваниями эндокринной системы, в частности сахарного диабета, он должен быть компенсирован. Это обязательное условие. Ему должна быть подобрана именно ему подходящая терапия, он должен быть обследован со стороны сердечно-сосудистой системы, потому что наши алгоритмы во многом настроены на лечение онкологического именно заболевания. Но мы должны помнить о том, что мы имеем дело с пациентом, мы имеем дело с человеком, которому важны не только онкологические результаты, а и общие результаты. То есть, у человека должна улучшаться после нашего лечения, продолжительность жизни. Соответственно, заниматься одной онкологией, умаляя эндокринологию, кардиологию или какие-либо другие сопутствующие заболевания, конечно же, это недопустимо. Спасибо большое, Станислав Николаевич. Надеемся, что вы еще не раз появитесь в нашей студии, расскажете еще много интересного по этой теме. Было довольно содержательно и много полезной информации. Продолжение следует...